Расскажем теперь о Тигране и его деяниях. Державством своим и разумностью он превосходил всех наших царей. Он умножил накопленное золото, серебро и драгоценные камни, и разноцветные, разнотканные одежды мужчин, равно как и женщин. В такой одежде невзрачные, став красивыми, казались дивными, а красивые казались богоподобными по понятиям того времени. Пехота очутилась на конях, прачники оказались меткими стрелками, безоружные, вооруженные мечом и копьем, покрылись щитом и железной броней. Достаточно было одного вида этого воинства, собранного воедино, чтобы обратить неприятеля в бегство. Так описал Тиграна II историк Мовсес Хоринаци. Тигран Великий, царь царя Армении, прекрасный стратег, воин, строитель, создавший за короткий срок, всего за 40 лет, с 95 по 55 год до нашей эры, могучее государство. Разгромил Парфян, завоевал Атарпатену, ликвидировал царство Селивкидов. Армянское государство простиралось от Куры до Иордана, от Средиземного до Каспийского моря и стало одной из мощнейших империй своего времени. Некоторые историки предлагают выделить царство Тиграна в отдельную эпоху расцвета армянского государства. Римский историк I века Гней Помпей Трок пишет, Армения простирается от Каппадокии до Каспийского моря на 11 сотен тысяч шагов, в ширину же протяжение ее 700 тысяч шагов. Тиграна боялись, ненавидели, почитали, боготворили. Даже спустя много веков его фигура будоражит умы философов, историков, композиторов, писателей, художников. Ну, к примеру, Джованни Фузара написал картину четыре вассальных царя, окружающих царя-царей Армении Тиграна Великого. И это не художественный вымысел. Полотно основано на свидетельстве греческого историка и биографа Плутарха, который писал о Тигране II так. Его окружали другие короли, которых он считал своими слугами. Римский же историк Вилеус Патеркулус, живший в эпоху Тиграна, что немаловажно, охарактеризовал его как самого могущественного правителя своей эпохи, великого царя-царей. Титул же этот, как сообщает другой римский историк, Помпей Трок, о котором мы сегодня уже упоминали. Он считает, что Тигран получил его за великие подвиги, возведенные в ранг божественных. Изучая историю его жизни, сквозь строки Плутарха, Апиана, Мемнона, Флегона Тральского, звучит, на мой взгляд, основной и важнейший литмотив его жизни – укрепление и развитие своей страны. И что сразу бросается в глаза, так это его неординарная страстная натура, которая проявляется в каждом деле, будь то строительство городов, развитие культуры и искусства, оборона рубежей Великой Армении, успешные военные походы или любовь к Леопатрии. Не случайно Тиграна воспевают более чем в 20 операх таких известных европейских композиторов, как Вивальди, Гендель, Скарлатти, Печини, Глюк, Тодзи. Любопытно, что многие итальянцы. Многочисленные злопыхатели и враги Тиграна пытались стереть память о нем, сжигая письмена и любые упоминания. Ну или ангажированные самохвальные римские историки, такие как Флор, Евтропии, Орозии, писали откровенную чушь. Ну, со слов римских же донесений Лукула, Помпея, Сулы. Ничего не меняется со времени. Рейнек пишет. Авторы донесения, уверенные в том, что их ложь не будет разоблачена, раздували свои успехи, скрывали свои неудачи, а порой свои поражения выдавали за победы. Мурена, например, удостоился триумфа, хотя на самом деле он потерпел поражение. Они крайне преувеличивали число вооруженных сил противника и, соответственно, преуменьшали численность своего войска. В своем отчете о сражении под Тигранакертом Лукул определяет численность армии Тиграна армянского в 250 тысяч человек, в то время как другие историки исчисляют его от 30 тысяч до 80 тысяч человек. В той же битве количество римских потерь он определил в 5 человек убитыми, в то время как потери противника составили 100 тысяч. 5 человек к 100 тысячам. Вы не ослышались. Ну, видимо, эти 5 человек просто простудились, попав в тень от стены Тигранакерта. Очень уж это напоминает современных сказочников. Такие потери, очевидно, нереальны, учитывая, что армяне вели оборонительную войну, когда как Лукул без объявления войны осадил крепость Тигранакерта, застав гарнизон врасплох. Тиграна второго не было в городе во время нападения, и, потерпев первое поражение в своей жизни, Тигран Великий вскоре взял реванш и разбил римлян Лукула у реки Аратаны. Интересна речь Цицерона относительно последующего поражения Лукула и его бегства из Армении. Что касается наших воинов, им действительно удалось взять один город в царство Тиграна, а также одержать победы в нескольких битвах. Однако, чрезмерная отдаленность тех стран действовала на наших скверно, и тоска стала одолевать их. Дело кончилось тем, что наши воины вместо того, чтобы двигаться вперед, потребовали спешного возвращения обратно. Сегодня бы про такое сказали нелепая отмазка, но справедливости ради, надо сказать, Цицерон очень уважал и высоко ценил Тиграна, и как воина-стратега, и как мудрого правителя. К слову, Тигран Великий ввязался в войну с Римом из-за Митридата VI царя Понта, проигравшего войну с Римом и бежавшего в Армению. Как пишет греческий историк, взявший за основу свидетельства древних летописцев Мало-Азии, заслуживающий, безусловно, большого доверия в силу своей незаинтересованности и объективности. К примеру, в работе «История Гераклеи» Мемнон описывает ситуацию начала противостояния Армении с Римом так. Вукул потребовал от Тиграна выдачи царя Понта Митридата, однако Тигран отказался выдавать вукулу отца своей жены Клеопатры, исходя из кодекса чести и несмотря на риск войны. Тигран ответил, сколь плох Митридат, это известно и мне, но царь Армении не сдаст своих родственников их врагам. И это несмотря на то, что Митридат Евпатор настраивал против Тиграна собственных внуков и дочь свою, Клеопатру, царицу Армении. Митридат играл на честолюбии наследника престола, Заре. Рассказывал ему байки и настраивал против отца. Пел песни, что, мол, по линии матери он является правнуком великого Александра Магедонского. А что из себя представляет Тигран? Его отец просто горный варвар. И недалекий сын Тиграна пошел против отца, захватив власть в Арташате и стал печатать монеты со своим именем Василевс Василевсас Арменус, Заре царь царей Армении. И правда, порой природа отдыхает на детях талантливых людей. Тиграну пришлось казнить предателя. Вскоре и второй сын от Клеопатры, нацепив корону себе на голову, подумав, что отец скончался, поскакал, радостно восклицая, что теперь он царь царей, вместо того, чтобы помочь упавшему с лошади отцу и потерявшему сознание. И второго сына Тигран казнил. Но это не стало уроком для третьего, переметнувшегося в стан врага и пошедшего с войной на отца. Боги его покарали, и он нашел свою смерть от своих же в кавычках друзей, от римлян. Незавидная судьба ждала и мать трех предателей. Клеопатра, обижавшая армянскую жену Тиграна и ее сына Артавазда, бежала к отцу Митердату. Вместе с ним она приняла смерть во время заговора Фарнака. В отличие от потомков, Тигран к предательству относился очень серьезно. Предатель он и есть предатель, и будет казнен, даже если он твой наследник. А что сейчас? Сейчас все спускается на тормозах. И предатели нации спокойно живут себе припеваючи в стране, которую предали, которую предают, плетя заговоры и интриги, разрушая изнутри. Мой меч сокрушит предателя. Мой меч, пролив его кровь, охладит его пыл и свирит его дерзость. Это отрывок из оперы Вивальди «Добродетель, торжествующая над любовью и ненавистью». Или попросту Тигран. Рим 1724 года. Тигран II доказал, что Армения может быть великой державой как в военно-политическом, так и культурно-просветительском плане. И на мой взгляд, одно из важнейших достоинств Тиграна – это то, что он сумел консолидировать потенциал армянской нации. К сожалению, после него делается все наоборот. И мы имеем то, что мы имеем. Армян возможно победить только изнутри, разделив и посеяв зерно вражды между братьями. Тигран же, наоборот, использовал междоусобицы, к примеру, в Риме, между Красом и Помпеем в угоду Армении. Но его потомки не оказались столь мудры и в собственных междоусобицах потеряли былое величие. Тигран и правда был прекрасным стратегом. И неудивительно, что его всячески пытаются очернить даже современные якобы историки. К примеру, турок Мехмед Гюнальдай, премьер-министр Турции середины 20 века. 2000 лет прошло, но дела Тиграна и сегодня поражают воображение и притягивают историков со всего мира. Я считаю необходимым снимать фильмы, вставить оперы, изучать его философию и стратегию. Поскольку при первом же знакомстве поражаешься его принципиальностью и верой в себя, в свое предназначение. Мудрость, например, в переговорных процессах, умение найти выход из, казалось бы, безвыходных ситуаций. Он был жестким, да, и упрямым. К примеру, проведя долгие годы в плену у Парфян, куда он попал как гарант ненападения Армении на Парфию. И несмотря на уговоры и желание парфянского царя женить Тиграна над своей дочерью и обещание несметных богатств, вероятно, парфянский царь понимал потенциал воина и возможного соперника, поэтому хотел его удержать. Но Тигран отказался от столь заманчивого предложения и решил вернуться в Армению и возглавить ее после смерти своего отца в 95 году до нашей эры Тиграна I. На тот момент Тиграну II было 45. Он был в самом расцвете сил и не упустил возможность приумножить наследство прадеда Арташеса Великого, который восстановил независимость Армении от империи селевкидов и основал новую династию Арташесидов. Происхождение же которых идет от еврандинов, а последние от протоармянской царской династии 6 века до нашей эры Тиграндинов. Арташес I, так же как и Тигран, был мудрым человеком. Последние его слова были «увы, все на свете бренно». Я удивляюсь, почему мы сегодня не используем дар, оставленный нам предками. К сожалению, острая недостача в учителях, философах сегодня налицо. Национальная идея претерпевает странные метаморфозы. Мне казалось, что каждое последующее поколение, по идее, должно как минимум превосходить предыдущее. Но, не знаю, сегодня надо срочно взяться за дело, что-то делать. Но об этом уже в другой беседе. Удачи и увидимся.